Всем привет! Вы на канале Iron Rabbit. Сегодня 1 марта и как отметить первый весенний день? Ну, я решил выбраться на подводную охоту. Уже приехал в Десногорск сейчас. Вон, куча снаряжения. Проверяем, собираемся, одеваемся и погнали под воду. Посмотрим, что из этого получится. Заряжаю ружье и вот охота началась. Решаю охотиться в черте города, потому что водичка потеплее. Да и места эти хорошо известны и неоднократно здесь встречалась различная рыба, карп, карась, сомик, судак. Температура воды составляет в месте охоты где-то 15 градусов, глубины до 7 метров. Вначале пока позволяют силы, решаю исследовать русло, но там оказывается довольно пусто и самое главное холодно. Потому что под термоклином ниже 5 метров вода не прогрелась еще совсем и по ощущениям она очень ледяная. Поэтому, сделав порядка 10 нырков и не встретив никого, решаю перебираться в сторону берега и прошерстить прибрежную растительность. В надежде увидеть хорошего карася или судака, который выбрался ночью поужинать и погонять плотву карасика до уклейку. Частенько встречались вот такие размытые ямы под корягами. Скорее всего судак уже готовится к нересту и копает себе гнезда. В прибрежной полосе рыбы оказалось не сильно больше, чем на глубине. Изредка проскакивали небольшие окушки, плотва. В растительности в прибрежной рыбы не было, хотя видно, что кто-то траву недавно ел. Следы жизнедеятельности амура присутствовали на дне, но также присутствовали следы бобра, с которым очень не хотелось встречаться в этот день. Было принято решение оставить попытки искать рыбу вдоль берега и уйти на самый комфортный для меня и самый любимый горизонт охоты, порядка четырех метров, собственно, где все встречи с рыбой состоялись. Первым на свое невезение попался небольшой аморчик. Выстрел произошел на рефлексах, потом, конечно, я сожалел практически всю охоту, что взял его. Надо было оставить его дорастать. Хоть вес его составил полтора килограмма, но для белого амура это совсем еще ребенок, поэтому расти и расти надо было, чтобы потом он мог порадовать подводных охотников трофеем 10, а то и 20 килограмм. Как ни странно, ни затопленные деревья, ни коряги, ни пни в этот раз не приносили желаемого результата. Рыба как будто исчезла, хотя в предыдущие года, в предыдущий сезон и прошлой весной и осенью здесь ее было очень много, а сегодня не встречал ни карася в таком количестве, ни окуня. Такое ощущение, что рыба ушла туда, где теплее. Возможно, вся стоит в районе теплых сбросов или в районе рыбхоза пытается найти пропитание. Ну что ж, продолжаем поиски. Очередной пень дарит только красивые кадры и практически полное отсутствие обитателей под ним. Прозрачность в этом месте была отличная. Два метра точно, поэтому обныривать пни и коряги можно было смело, не боясь зацепиться за намотанные на них шнуры, лески. И любоваться подводными обитателями, редкими подводными обитателями на этой охоте. После трех часов охоты стали попадаться изредка караси. Но они не были целью сегодняшней охоты, поэтому просто фотосессия и плывем дальше. И вот, отныряв 4 часа, решаю плыть в сторону машины. Периодически ныряя, обныривая бревна, обныривая завалы, которые знаю. Силы конечно же на исходе, длительность нырка все меньше и меньше. Ну и считаю, что повезло и цель охоты была достигнута. На одном из последних нырков под бревном нахожу канального сомика. Неплохого канального сомика, больше килограмма весом. Решаю его забрать и на камере увидел, что их стояло там несколько. Возможно были и покрупней сомики, надо было не жадничать и обнырять бревно. Ну, был выстрел сделан, рыба забраться. И вот, на кукане две рыбки, можно смело отправляться домой. Охота удалась. Ну что ж, 4 часа под водой пролетело незаметно, около 70 нырков. Результат видели сами. Поэтому оставляйте свои комментарии, реакции. С вами был IronRabbit. Всем пока-пока.